Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Белерански. И сегодня я хочу поделиться опытом и рассказать вам, как прыгать с трамплина с дуги и зачем вообще это делать. Если вы катаетесь на лыжах уверенно, то вы, наверное, знаете, что такое корыновый поворот. У лыжи в параметрах всегда указан радиус. Это когда вы лыжу грузите, закантовываете и она режет дугу. Это называется, собственно, корынговый поворот. Все современные лыжи корынговые и твинтипы способны это делать. Короче, суть в чем, когда вы едете на трамплин по дуге, вы, наверное, обратили внимание, что большинство и наших лендеров уже прыгают. Ну, в смысле, не то чтобы уже, а вообще прыгают. И буржуи все прыгают по дуге. Лыжа, когда залезается в склон, она идет более стабильно. Соответственно, она не рискает, так как при плоском ведении и отходить с трамплина гораздо легче. Также, если у вас приземление убито, как, к примеру, там бывает в канте на первом трамплине, то есть там очень много людей прыгают, начинающих, они убивают приземы. То есть там сноубордисты приземляются, они все прыгают в одну точку, прям по прямой. Кикер убитый, выкатая колея и приземление тоже яма. А по дуге вы, соответственно, прыгаете по диагонали и приземляетесь там, где вообще идеально и никто, типа, вообще эту часть приземления не трогал. Поэтому даже при убитой фигуре вы можете нормально попрыгать с трамплина. Также при прыжке с дуги вы можете смещать немножко ось. Это выглядит более стильно, красиво и делается различное прикольное вращение. Потому что, когда вы делаете с трамплина дугу, это вам дает заранее небольшую инерцию. Чтобы научиться прыгать с трамплина, вам надо понять вообще траекторию, в которой нужно ехать на трамплин и освоить, соответственно, обычном склоне корневый поворот. То есть, перекантовывая лыжу с канты на кант на обычном склоне, потом вы пробуете делать прыжок с дуги с шишки, как, собственно, там покажу на видео. Разгон берем чуть правее от середины линии разгона на трамплин, чтобы сделать дугу влево, потом перекладываете вправо и с трамплина отходите влево с дуги. Делайте раз, два, три поворота. Сейчас я покажу, как надо прыгать со стола, если прям вообще топ-топ-топ начинаете. Базовые прыжки – это самый простой вариант. Погнали! Сначала вы просто можете проехать, потом делать небольшие прыжочки. С дуги сильно толкаться не надо, вам достаточно загрузить лыжи и отойти с трамплина. Получается, когда вы прыгаете с дуги, небольшой олеуп, то есть все, в принципе, все то же самое, но небольшое смещение идет в правую или влевую сторону, в зависимости, куда вы делаете дугу. На разгоне, когда стоите, я, к примеру, прыгаю с трамплина по дуге влево. Я разгоняюсь, ну, если вот по центру все разгоняются, да, с разгонки, я беру немножко правее и рассчитываю сделать два поворота. То есть, получается, я захожу в левую часть разгонки, ухожу в правую и дальше я уже залезаюсь на трамплин. У каждой лыжи свой радиус поворота, он указан на параметрах лыжи, да, ну, то есть, это не важно, в принципе, особо. Просто у каждой лыжи есть комфортная вот эта дуга. И, соответственно, вы должны просто понять, насколько вам комфортно зарезаться с трамплина. Поскольку вы делаете перед трамплином несколько поворотов, да, то есть, они гасят скорость. И для прыжка с дуги скорости надо брать больше, ну, прям, значительно больше. Еще что я заметил самое прикольное, я прыгал с больших трампов, когда я заезжаю, ну, трамп длинный, да, получается долгий заезд. И чтобы подобрать хода, я с закантовкой контролирую скорость отхода. То есть, я могу отпустить лыжи и прыгнуть прямо, если я чувствую, что мне не хватает. Или я могу закантоваться больше и улететь по диагонали. Получается больше пролет, и я тогда приземляюсь не в середину призема, а туда, куда мне надо, чуть-чуть ближе. Первую, там, треть, примерно. Вот, то есть, шансов перелететь, прыгая с дуги, гораздо меньше. Единственное, вы должны понимать, что нельзя делать, типа, дугу вообще, там, в сторону. Надо понимать, что у вас вот ширина приземления есть, какая дуга, которую вы закладываете, чтобы не махнуть вообще мимо приземления. Ну, это маловероятно, но возможно. Еще часто, не знаю, там, ошибка или момент, когда вы делаете дугу и выпрыгиваете прямо. Вообще, по дуге вы должны смещаться в сторону. Это, как бы, логично. Вот, при прыжке с дуги очень круто делать 180. Это, наверное, самый мой феврит-рик. Вы едете по дуге, у вас уже есть небольшое смещение по градусам, и, соответственно, вы просто разворачиваете плечи, отходите, и вам ничего не надо делать, и вы просто разворачиваете ноги. Когда я прыгаю еще с дуги, я хватаю реверс сафити. Он мне помогает не сместить, не завалить ось, чтобы... Ну, надо приземляться в две ноги приземлением. То есть, я прыгаю с дуги, хватаю реверс сафити, и он меня возвращает назад. Ну, типа, нормальный ось, чтобы я пришел в приземление. И, короче, крутая штука. Советую научиться. Она очень фановая. И, одно из подводящих упражнений, кстати, после того, как вы попробуете карлинг, надо научиться делать карлинговый поворот, и с дуги прыгать на плоскости 180. Ну, чтобы вы понимали, как толкается. Потом вы прыгаете с шишки, а потом только все это переносите на трамплин. Ну, и не забывайте, соответственно, взять побольше скорости. Если будут вопросы, пишите в комментариях. Если вам понравится видео, можете поставить лайк. И, соответственно, самое главное, пишите в комментариях, какой трюк или видео хотели бы увидеть. Я постараюсь вам его снять. Всем спасибо. До новых встреч.